Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Серж Ер из России, из Москвы. И добро пожаловать на мой YouTube-канал. Все, сказанное в данном видео, является моей фантазией и не имеет ничего общего к реальности. Тема сегодняшнего видео про готовящиеся к открытию московские центральные диаметры D3, D4. Еще мы поговорим про всяких блогеров, кто любит снимать железную дорогу и о многом другом. Что хочу вам сказать, друзья мои. Сейчас уже, по-моему, с 15 августа откроется D3. Слоган вот такой известный, что с диаметрами сквозь город быстрее, там что-то вот такое. Я не помню, про что это. В общем, город ближе, там город быстрее. Еще что я хочу сказать. Лично мое мнение, что... Да, 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 да. К запускам МЦД-4 колхоз станет ближе. Да, именно так. Так как горьковское направление, вот это ужалостное, колхозное, соединяется с киевским направлением. И, соответственно, колхоз станет ближе. Сейчас сперва мы чуть-чуть поговорим про D3, а потом я опять вернусь к D4. И, да, что хочу сказать про D3. Это будет у нас Раменское, Зеленоград, это Крюково, Рязанское, соответственно, и Ленинградское направление. Соединят вот блогерам некоторым, картавам из кое-какого города. Думаю, вы догадались, из какого будет удобнее ездить, например, на то же Рязанское направление и проводить, так сказать, там инспекцию. Где как плитка уложена, где как бордюр сделан, где как ровно-неровно. И снимать свои однообразные, тягомотные видео на эту тему, как говорится, обсуждать все это. Вместо того, чтобы пойти что-то самому сделать полезное, да. Нет, мы будем картавить по тысячному разу одно и то же. Как говорится, высасывать, да, из пальца. Вот. Что могу сказать еще блогер-метрофанат РЖД, но это хороший блогер. Ему будет, например, удобнее ездить на Ленинградское направление. Что-нибудь там посмотреть, поснимать тоже. Главная проблема, друзья, в чем? Чтобы с Ленинградского направления не перебралась инфекция на Рязанское направление в виде этих ужасных ульгарных уголовных кассир-контролеров МТПК. Там реально, друзья мои, одни уголовники, да. Я думаю, что там комфортно ездить только социалшникам. Да, вот эти социалшники, они катаются, катаются, катаются за наш счет на уголоподельщиков, таких как вот вы, кто нормальный. И вот, да, мы оплачиваем их по катушке. Я думаю, что надо бы задуматься нашему правительству, ввести им лимит на поездки. Допустим, 20 поездок в месяц на электричке, там сколько-то, 20 на автобусы, и достаточно им будет этого. Ну, куда инвалидам ездить можно? Пусть сидят дома, да, да. Но это, опять же, мое мнение, у вас оно может быть другое. Поэтому, да, друзья мои, это вот, да, так. Так, теперь начинаем про Д-4 разговор. Представляете, друзья мои, как будет удобно этому горе-блогеру с переделки на Светлане Трансулке. Блогер около столбница, можно, стоит около одного столба и снимает одно и то же. И куча вот этих дурачков всех ей пишут, какие восхитительные видео, какое там это, какое то, какое это. Это ужасно просто, друзья мои, да. Что я хочу сказать про всю эту ситуацию. Когда я начал снимать видео с железной дорогой, это был 2010 год, кто смотрел железную дорогу, были взрослые, как правило, адекватные люди, кому же по 30 лет, за 30 и так далее. Вот этих подростков, я их буду называть 7-месячные, да, их было мало, да. А сейчас кругом одни эти подростки, какие-то там 14 лет, 13, 15. Одни вот эти 7-месячные, и они везде лезут со своими этими глупыми комментариями, со своей этой горькой, этой помойкой, господи, ужасно просто, ужасно. Сколько, кстати, ко мне, друзья, добавляют всех этих 7-месячных, я их всех удалил, да. Даже вот в Сирославском направлении там были всякие 7-месячные, тоже сами ударились кого-то. Я ударил, господи, зачем мне это надо? Зачем мне нужны все эти ужасы, да. Конечно, не нужны, да. Ну вот, вот смотрите, допустим, тот же горе-блогер, дебил 69 сможет ездить на то же киевское направление, поснимать какой-нибудь очередной ролик свой бульгарный на Минске или в Перелкину столбах. Ну да, как-то так, да, ужасный вообще сборище, правда, дурачков, ей-богу. Одни дурачки 7-месячные, просто кошмар. Все больные, все социалшники. Что я еще хочу вам сказать по этому поводу? У меня уже много отснятых видео, железная дорога, я буду потихонечку грузить. Конечно, понемногу буду снимать новые, но лично мне это уже становится, друзья мои, неинтересно, потому что для кого снимать эти видео, для кого? Для этих 7-месячных? Они ничего не понимают, они не умеют оценивать, какой вид природы, они не умеют оценивать там цветы какие-то в кадре, еще что-то, ничего не надо. Главное, чтобы проехала эта развалюха и написать прикольно, круто, красиво, там, Светлана, да супер, ты топ и так далее, да. Правильно, 7-месяч, ну что от них можно взять, только это, да. Вот. Пишут, в общем, такую ерунду, ничего им не надо, какие-то эти грязные, вонючие D4M сборки только могут обсуждать, и все, да. Да, да, с каждым годом, короче, дорогая моя, вся вот эта тематика железной дороги становится все неинтереснее, 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 потому что, да, как-то публика совсем стала 7-месячная вся, и неинтересно стало, да. Поэтому, думаю, постепенно надо как-то меньше действительно снимать, и да. Ну, это мое мнение, это мое. И железная дорога, что я вам хочу сказать, с каждым годом все портится и портится. Тоже вот киевское направление, рядом все эти эстакады строятся, на белорусском направлении тоже самое. Не знаю, как там на других, на Гудском тоже много застраивается, да. А, почему хочу сказать еще, что стали снимать все, потому что раньше видеокамера, допустим, 13 лет назад, 14, была роскошью, телефонов хороших не было, снимать было нечем. А сейчас телефон, который более-менее снимает, есть у каждого 7-месячного. Вот они все это снимают, и снимают, и снимают, снимают, и снимают. И все грузят, и грузят, и грузят, и сняты и криво, и кособок, и кверху ногами, и боком, и не поймешь как. И все равно хвалят. Вот у всех, как правило, снимают вот эти школьники, у них у всех вот эти руки вот так трясутся. Это видео просто безобразно, так смотреть ужасно, вообще не умеют снимать. Да, такое ощущение, как вот они нахуй камеру, телефон привязали, и снимают, стоят, да. Да, да, да. Что я вам хочу сказать, друзья мои. Я никаких блогеров в железной дороге вообще никого не смотрю, мне это абсолютно интересно. Еще заметил сейчас к моему каналу, железной дороги, с дорогой, стали мало писать всяких комментариев, ну, потому что, да, действительно, это уже все уходит, я так понимаю, в историю, это уже не актуально и не интересно, поэтому надо заниматься чем-то новым. Вот я и буду заниматься. Кто-то поедет снимать Д3, а я буду дома снимать видео, вот так, стоять в комфорте и рассказывать вам на камеру про все, какие горе дурачков блогеров и про весь этот мусор. Всякие вот эти там дядечки, какие-то Шериданы, там еще кто-то, все вот это ездят, высасывают эти видео с из пальца, про эти илоки, про то, как будет. Все это обсуждают, тут просто людям заняться нечем. Нечем заняться, как этот Картавый, там еще кто-то, ужас просто, ужас просто, да. Никому на самом деле это, я вам скажу, уже не нужно, потому что это не актуально, да. Те, кто ездит по какому-то определенному маршруту, например, как люди на своей вонючей горькой в Киевке ездят, там, петушки серпы могут куда-нибудь там ездить еще, ну, им больше ничего не надо, да. Кстати, как я propeller, вчера ехали по Курскому направлению, два дядечки подводимышек сели в иголку, я сперва подумал, я думаю, что они, наверное, ошиблись с направлением, они все-таки спутали Горьковское с Курским направлением, возможно, да. Потому что на Курском направлении, конечно, есть такой-то, но все-таки его значительно меньше, чем на Горьковском направлении, потому что Горьковское направление у нас лидер По грязным составам, по количеству народа, по всем этим бомжам, алкашам, по всему, по всему, по всему, по всему, да. Горьковское направление – это самое плохое направление в стиле. В общем, в D3 я снимать точно не пойду, мне неинтересно. Кстати, да, сколько этих бесколечных обзоров на эту Eaglewood 3, которая вообще ничем практически не отличается, кроме этих сидушек, да, другого цвета там или что там. Ну, правильно, интересно только в стиле месячном, да. Вот. Что еще? Какие блогеры мне не нравятся? Вот эти Трансуха ебучая, 69-й дурачок, Лапа Никитин какой-то. Не поймешь, что, не поймешь, что, да, кто там еще есть у нас? Ну, дохера и больше, короче, да, дохера и больше, друзья мои, да. То ли дело я, посмотрите, Серж Ер, ну, я красавец, разве нет? Ну, посмотрите, Серж Ер, ты красавец YouTube, да. Правильные черты лица у меня. Идеальная фигура, хотя мне уже не 15 все-таки, да. Все идеально, все чудесно, волшебно. Как говорится, есть на что посмотреть. А это что? Очки на бок, какие-то губы накачаны. Я не понимаю, что это такое, друзья мои. Я не понимаю. И лет на 69, брови сросшиеся, как у личности из котельников. Кстати, друзья мои, эти личности из котельников пишут мне столько гадостей, всякие оскорбления. Боже мой, все это мигранты эти пишут, да, мигранты пишут, 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 пишут. Потому что я нажимаю, там, посмотрите, интересно, какой канал, все эти имена, все. Ну, сами знаете, какие имена, я не буду их называть. Да, пишут про грязь, еще про что-то, господи, кошмар какой. Такие оскорбления пишут, боже мой. Я бы им сказал, что у меня на заднице чише, чем у них рот, да. Как-то так, друзья мои, да, столько пишут гадостей, столько злобы. Главное, что приехали сюда все неизвестно откуда, а на людей, кто здесь родился, вырос, выливают свой негатив. Все хотят, чтобы было по-ихнему. Не хотят, короче, адаптироваться к условиям, в ту среду, в которую приехали. Короче, ну, вообще не будем про них говорить, тоже это все вообще-то ужас просто какой-то. Так-то взял, да. В общем, блонгеры все эти ужасные, все это мусор, мусор, мусор. Да, единственный минус, конечно, для меня, что киевское направление соединят с Горьковским. Это реально меня не радует, потому что транзитные маршруты, к сожалению, будут. Вот, с данного направления, конечно, все они оттуда ждут, что Апрелевка им что-нибудь новенького подкинет, да, которое они быстренько с вами грязными задницами уделывают. Да, да, как-то так, друзья мои. Да. Жалко работников Апрелевки, которые будут отмывать грязь за пассажирами из петушков, что такое, к сожалению, будет, да. В железнодорожном-то привыкли, там и сами такие же бомжи работают. Там все направления бомжи. И обслуживают бомжи, и работают бомжи, и города бомжи, и все бомжи, да. Вот ужасно просто, да, друзья мои, да. Это самое действительно плохое направление, самое плохое. У меня даже нет слов, там даже единицу нельзя ставить, там надо минус 10 ставить, чтобы правильно оценить, да. Это направление, в общем, ужасно. Так же, как эта группа вся эта ужасная, вулькарная, да. В общем, да, такой слоган я сделал, повторяюсь, с Д4 колхоз станет ближе, да. Представляю, когда откроется, вот запустят Д4, да, что будет твориться на Горьковском направлении, дай бог, как анти-П2Д заедет на обычный маршрут, что уж там будет. Они там будут, наверное, сутками писать и смаковать, как папуасы, которым гусики показали, или там что-то, как свинисток радости. У них то же самое, для нас-то это уже все обыденно, а для них, если они там какие-то красные типидовки, кософары, обсуждают в своей ульгарной группе, где работает, где не работает, то, конечно, для них это же будет событием, когда ЭП2Д заедет на обычный маршрут, да. Вот так вот. Ужасный колхоз, колхоз колхозный, ужас просто, да. В общем, как и так совсем. Что хочу сказать, ВКонтакте, все 7-месячные ко мне никто не добавляйтесь, все, я никого принимать не буду, мне с вами не о чем говорить. Вот так, да. Потому что неинтересно просто, реально неинтересно. Все-таки возраст разный, мышление разное, потребности у всех разные, уровень у всех разный, да. Для кого-то хорошо на горьких и для кого-то нет. Поэтому все люди разные и все, соответственно, по-разному, да. Вот такое видео сегодня, на сегодня. И лично я на Д3 повторюсь, мне пофиг, а на Д4 я не жду. Мне там не нужно, да, мне нужно тросик мать, да. Вот так. Подписывайтесь, короче, на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Любые плохие, хорошие. Мне пофиг, я даже удалять ничего не буду. Как эти эмигранты пишут свой бред с ошибками, так и 7-месячные можете писать про свою горьковку и про что угодно, да. В общем, так, как-то так, да. Всем пока. Бай.